Режиссер фильма 28 Балдиловича. Я бесконечно благодарен, потому что я могу понять, суббота, выходной день, в Питере лето пришлось на выходные, плюс 27. Можно по-другому провести время, но я бесконечно благодарен вам, которые вы проводите выходные у нас. И я ценю, что Андрей потратил свое время в выходной, я представляю, какой у него график, и тоже пришел, чтобы поучаствовать в нашем изобразии, и даже сказать пару слов. И, в общем, я знаю Андрея как безумно эмоционального, честного человека. Я думаю, вам будет всем очень интересно послушать то, что они с Мишей сейчас расскажут. Спасибо. Ребят. Во-первых, я, как мне казалось, не имел большого отношения к компьютерной графике, но с удивлением вижу просто огромное количество знакомых лиц в зале, поэтому, вероятно, все-таки опосредованное какое-то отношение в итоге я теперь к ней имею. Я, на самом деле, вообще, мы сейчас здесь расскажем... А, еще хочу сделать поправку. Меня вот называют режиссером фильма «28 по трёх». Это не совсем верно, потому что режиссеров на площадке работает два. Это я и Ким Дружинин. Поэтому, когда говорят, что я режиссер, про Кима сразу же забывают. Это неправильно. Мы работаем вдвоем. У фильма два режиссера. А меня можно назвать продюсером картины. Я являюсь полноценным продюсером. Это более правильно. Вот. Здесь сейчас я знаю, что уже второй... Это будет второй вент подряд, когда Миша... Вот Миша Лосев. Это руководитель студии, который делает для нас всю компьютерную графику. И сегодня Мишка... Он просто расскажет вторую половину. То, чего он не успел рассказать в предыдущий раз. И я думаю, что это будет ужасно интересно. Если в прошлый раз Миша рассказывал про то, как, собственно говоря, про то, как это все было устроено на площадке, то сегодня уже Мишка расскажет, я не знаю, там его кто-нибудь еще будет выступать из наших ребят, расскажет уже полноценно про постпродакшн, который, в общем-то, сейчас и делается. И уже практически подходит к концу. Вот. А я... Мне очень хочется рассказать вот о чем. Дело в том, что я хочу просто в двух словах рассказать о том, как это все начиналось. И мне кажется, это отличная такая кайфовая история. Дело в том, что когда мы с Кимом думали о том, что мы будем снимать фильм, в котором будет очень большое количество кадров, рассказывающих про танковый бой, то волей-неволей, значит, первый вопрос, который стоял, это где мы возьмем танки. Сначала я думал о том, что когда это еще все было очень далеко, и фильм, там, у нас не было денег, и можно было мечтать о любом бюджете, и там, о любом времени, о чем угодно, то, ну, я подумал о том, что сейчас в современном кино очень много делается при помощи компьютерной графики, и танки можно будет сделать, сделать модели танков, их там анимировать, поставить куда угодно. Сейчас уже масса таких технологий, думал я, в общем-то, не слишком сильно в этом разбираюсь. Но потом постепенно, когда все, когда кино и вообще идея создания фильма стала обретать какие-то уже очертания материальные, когда появилась раскадровка, появились представления о бюджете, появилось представление о том вообще, как это можно сделать, то потихонечку я стал сомневаться в том, что наших там умений, мощностей, денег там и всего прочего хватит на то, чтобы сделать такую компьютерную графику, как нам хотелось. Собственно говоря, потому что картина, она, в общем, снята в таком довольно реалистичном, в хорошем смысле слова, реалистичном таком советском ключе, и картинка, компьютерная графика, в общем, сделать картинку таким образом, чтобы это все попадало вот в нужную нам такую реальную эстетику. В общем, нам казалось, что это очень и очень сложно. Я думаю, что это действительно весьма и весьма сложно. Но, помимо всего прочего, пока мы вели какие-то разработки в отношении проекта, мы стали думать о том, что, возможно, можно будет использовать какие-то миниатюрные модели. Совершенно не понимаю, как это вообще, насколько это вообще может получиться. То есть использовать миниатюрные модели танков, одну или две, или несколько, сделать их радиоуправляемыми или как-то по-другому их анимировать. В общем, все эти мысли пройдет у нас в голове. Эти мысли, чтобы как-то материализовать, мы с Кимом вдвоем проводили все возможные эксперименты. Я хочу сказать, что денег у нас было мало, времени у нас было мало. Делали мы все из подручных средств. То есть нам приходила в голову идея, попробуем, значит, а что, если снимать там, что, если снимать миниатюры, что, если эти как-то размножать. Да, и мы, значит, купили... Сейчас расскажу. Запусти, Мишка. Это, в общем, простыня кровати. А это танки, которые мы тащим за веревочки. Танков у нас было два. Они были очень маленького размера, взял спичечный коробок. И так мы поняли, что мы можем снимать миниатюры. Есть еще несколько видео, сейчас покажу, очень смешные. Они даже где-то, кстати, есть там со звуком. Просто к чему я это говорю? К тому, что... А, это, кстати, очень важный ролик, потому что здесь два танка клонированы. Значит, это один танк. Один из них снят на хромакее, а второй поставлен, значит, за хромакей. А это даже мы попробовали проэкспериментировать и снять, как нам казалось, сцену. Уже сцену из фильма. Мы даже вложили в виде спецэффекта. Это уникальные кадры, никто никогда не увидел. Я надеюсь. На самом деле, кайф этого в том, что, когда, например, приходила в голову какая-то идея, мы хотели реализовать ее немедленно, просто вот немедленно. Это было так. То есть мы подумали, давай посмотрим, можем ли мы снимать, значит, миниатюрные танки, или можем ли мы танки клонировать. Мы немедленно побежали в магазин, купили модельки. Модельки были, к сожалению, очень маленькие. 72-й масштаб, это размер со спичечный коробок. Очень высокодетализированный. У нас был фотоаппарат. Мы немедленно пошли в магазин еще и купили хромакей. Хромакей это был просто кусок картона зеленого цвета. Мы выбирали еще так. Это было очень прикольно, как мы это выбирали. С понтом дела, что такие крутые два продюсера. Взяли, значит, этот кусок хромакея. И немедленно в тот же вечер сняли эти ролики, остались очень довольны, поняли, что мы владеем просто технологией. Кроме всего прочего, да, музыку наложили, видите. Это было очень темно просто. Поэтому... Следующим этапом было то, что мы с Кимом купили две модели. Одну радиоуправляемую модель китайскую. И это был уже в шестнадцатом размере танк. Взяли обычную камеру, мою, по-моему, видеокамеру, и стали на эту камеру снимать этот танк. Потом, когда мы посмотрели на все это дело на телевизоре, мы поняли, что это абсолютно, абсолютно не похоже на настоящий танк. Ну, то есть вообще никаких ассоциаций. Мы, конечно, сначала загоревали, но потом мы решили, что, наверное, мы что-то делали неправильно, надо взять какую-нибудь другую камеру, попробовать какой-нибудь другой эффект. И вообще попробовать танк подготовить, чтобы он был больше похож на настоящий. Дело в том, что радиоуправляемые китайские танки, они устроены таким образом, они стреляют шариками. Они вообще очень мало похожи на настоящий танк, но у них более-менее похожа пропорция. Однако я узнал, что, оказывается, коллекционеры, поскольку моделей в шестнадцатом масштабе очень немного, и немецкие танки начала Великой Отечественной войны, их вообще нет в шестнадцатом масштабе, в шестнадцатом масштабе есть только вот эти китайские поделки. Но я узнал, что коллекционеры, оказывается, есть даже производители в Германии, в Англии, где-то в Испании, которые производят для этих танков, специально для этих уродливых китайских танков, производят такие киты, в которых есть детали, которые можно этот танк навесить, и тогда он становится больше похож на здесь. Всякие мелкие детальки, там, решетки радиаторов, стволы, там, пулеметные стволы, фары, всякие там выхлопные трубы, куча всего, железные гусеницы, там, в общем, все на свете. Можно вообще, как заказов, собрать целиком очень красивый металлический танк. Мы решили, что для начала нам нужно этот танк улучшить, а потом попробовать его снять еще раз. И мы его, значит, пересобрали, перепрошили ему корпус, покрасили, зафактурили, он уже стал похож на настоящий танк, и параллельно с этим нам пришла в голову идея попробовать снимать его в рапиде. И мы взяли камеру GoPro, потому что это была единственная доступная для нас камера, которая могла снимать рапид. И мы его, значит, сняли в рапиде, и вот тут произошло чудо, потому что стало понятно, что этот танк в рапиде действительно, в принципе, даже при таких плохих условиях, гораздо больше похож на настоящий. Если как бы дотянуть технологию, то, возможно, это будет похоже на настоящий танк. Это был такой первый кусок, а потом, это был первый шаг, который, в общем, мы смели поверить, что у нас получится снять миниатюры. А потом мы сняли тизерный ролик. Я не знаю, Мишка, есть у тебя тизерный наш тизер? Нет? Нет, ну, можно. Потом мы сняли тизерный ролик, в котором, собственно говоря, мы снимали уже на приличную камеру, на Red One, мы снимали вот эти вот танки, сняли в рапиде, сняли очень много материала, потом этот материал там как-то не очень, не очень, в общем-то уме, зафуфлили. И сделали тизерный ролик, в котором, на самом деле, эти танки, к сожалению, поскольку мы не очень обладели постпродакшеном, эти танки выглядят как нарисованные, на самом деле, настоящие наши миниатюрные танки, которые едут по-настоящему снятые. И, в общем, этот тизерный ролик, он есть в сети, называется, он так называется, «28-28-30» в тизер. Но это уже был такой материал, который реально уже имел отношение к нашему кино. Все это хорошо, но кино надо снимать. И мы подумали, что для того, чтобы снять целиком большой масштабный фильм, вот таких вот эффектов с миниатюрными танками, если это их использовать, должно быть очень-очень много. И стал вопрос о том, где нам взять людей, которые готовы будут в это вообще ввязаться, в эту драку. И эти люди должны были быть, как нам казалось, профессиональны, при этом они должны быть вдохновлены, они должны гореть глаза, и вообще это должны быть, они должны стать нашими единомышленниками. И, в общем, наш оператор-постановщик познакомил, дал мне телефон, сказал, вот есть такой Михаил Лосев, попробуй с ним поговори, он хороший парень, и, по-моему, он то, что вам нужно. Я позвонил Мише, и мы, значит, с Кимом пошли к ним в гости. Это вообще чудесная, чудесная, ужасно уютная, маленькая студия на Петроградке. Мы пришли, нам сразу же у них понравилось, маленькая, ужасно уютная комната, кайфовая. Там сидело, по-моему, пять человек, в тот момент или четыре, четверо ребят. В чем меня особенно пленило, что помимо того, что там стояло пять компьютеров, там еще были антресоли, на которых стояли палатки, и на этих антресолях в палатках можно было жить. В общем, очень круто. Вот, такой гараж, гараж электроника. И мы, значит, пришли, сказали, вот мы такие-то, значит, такие вот парни, мы снимаем, собираемся снимать большое кино, продаваться восемь панфиловцев, у нас есть сценарий, вот у нас есть куча там кадров от раскадровки нарисованный. Ребята там на проектор вывели, тоже мы, значит, вывели наши там раскадровки, показали им тизерный ролик, много-много-много-много о себе говорили, а потом в конце сказали, ну, а что вы можете про себя рассказать? Ну, задачу вам поставили, что вы можете про себя рассказать? И тут Миша сказал, ну, мы вот занимаемся, значит, графикой, делаем ролики, вот. И вот мы, значит, в частности, рекламные ролики снимаем, вот в частности, значит, ролик, который мы хотели бы вам показать, я сейчас вам расскажу о нем немножко подробно. и показал нам ролик, который называется «Нефть». И можешь его показать? Предварительно он сказал, этот ролик, вот, собственно, чем он интересен, этот рекламный ролик, он интересен тем, что в нем нет компьютерной графики. И Мишка начал запускать такой вот ролик. Продолжение следует... Ну вот, мы, значит, так, с Кимом переглянулись, и я говорю, ну понятно, что значит компьютерной графики. Дальше Мишка рассказывает о том, как этот ролик они снимали. Оказалось, что в этом ролике абсолютно все, что в нем есть, это снятый материал, снятый просто на камеру. Да, да, да. Вот. Ну, мы подумали тогда, что это то, что нам надо, в общем. И дальше мы сказали, отлично, ребята, нам нравится. Ну, потом Миша еще рассказывал, показывал всякие другие ролики там. Ну, мы уже влюбились в этот момент, в этих ребят и поняли, что это те люди, с которыми мы хотим работать. И дальше постепенно... Еще фильм мы не начали снимать, у нас были... Я напомню, если, может, ребята, вы не знаете, что проект «28 панфилософ» начинался как проект краудфандинговый, то есть мы собирали добровольные пожертвования. И первый, наверное, полтора... Наверное, год, первый год мы собирали добровольные пожертвования. Вот. Это целая отдельная, большая, очень кайфовая история, которой я обязан вот в огромной степени Михаилу Федорову. И... И говорит это к тому, что у нас все время были какие-то деньги на разработку, и мы еще до начала съемок проводили множество всевозможных тестов. Вот. И Мишка и его ребята подключились к этот момент уже к проекту, и мы, значит, стали тестировать вообще возможности как бы сделать технологию съемки миниатюр таким образом, чтобы не наломать дров на площадке, не наломать потом дров в павильоне. Вот. И я так понимаю, что в прошлый раз Мишка как раз об этом рассказывал. Да? Ты рассказывал. Да. Вот. Ну и в дальнейшем, в общем, команда вот Скандинавы, это ребята из Скандинавы, Миша и его друзья, были супервайзеры у нас на площадке, следили за тем, чтобы ничего там не произошло. Ну, правда, в всякий раз, когда оказывалось, что так, как нам нужно, снимать нельзя, Миша говорил, так снимать нельзя ни в коем случае. Вот ни в коем случае я сняю, потому что если мы так будем снимать, это будет, в общем, ни в коем случае нельзя. Ну, если, конечно, вам очень хочется, ну, конечно, снимайте. И мы так и делаем. Поэтому сейчас мы, конечно, хлебнули немножко на постпродакшене, но тем не менее Миша всегда говорил, что любой кадр, который мы снимем, мы всегда сможем все это дело решить на постпродакшене. Любая задача, которая будет стоять, она всегда будет решена. И потом на протяжении съемок, на протяжении комбинированных съемок, на протяжении всего постпродакшена я многократно с этим сталкиваюсь, что всегда, когда мы сталкивались с какой-то проблемой, это никогда не выглядело как непреодолимая проблема. Это всегда было как сложная задача, которую интересно решить. И всегда решалось. В какой-то момент я настолько успокоился, что мне стало понятно, что даже когда Миша, например, ходит хмурый, или ребята кто-нибудь ходят и не знают, возможно или нет решить ту или иную проблему, я знаю, что это просто займет немножко больше времени, чем мы рассчитывали, но в конце концов проблема будет решена. Я, собственно, хочу на этом, в принципе, свое выступление закончить и передать слово Миша, потому что детали съемок и детали постпродакшена, которые интересны здесь для этого конкретного общества. Я думаю, Мишка расскажет в разы лучше меня. Так что, если только, может быть, у кого-то есть какой-то вопрос или там вопросы, я могу ответить коротко. Отлично. Спасибо, ребята.